Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, мужчина. Со мной происходит что же такое, чему я не могу найти объяснение. Когда я вижу людей, кто грубит и хамит, говорит какие-то непристойные вещи, будто у меня внутри, появляется чувство тошнятой. Данное чувство у меня появляется, когда вижу и встречаю особо циничных, холодных, бесчувственных, безнравственных людей. Кто открыто говорит о том, что ненавидит людей, кто готов причинять им вред и так далее. Это состояние, как называется. Надеюсь, я смог объяснить вам то, что происходит со мной. У меня возник совершенно такой определенный образ. Это отвращение. Самое странное. И с другой стороны, это, пожалуй, то, что можно было бы назвать подавлением. То есть, когда-то, вероятно, кто-то сильно нагрубил вам, может быть, угрожал вам, и вы не выразили свои чувства этому человеку. Не было такой возможности, например, у вас сделать что-то. Вот. Либо побоялись, либо ресурсов не нашлось. По-все. Ну, по-все. По-все. Кому бывает. Бывает, да. Вот. Всякие вещи случаются. Не всегда человек способен ответить так, как ему вот хотелось бы ответить, да, например. К сожалению. И вы, вероятно, вот были в такой ситуации для себя, и с тех пор это для вас, для вас такое поведение является пусковым механизмом, вот, пусковым механизмом для того, чтобы испытывать эти чувства. Чувства злости, протеста, гнева, возможно, да, и все, все такое. Другой вопрос, что вас интересует, то, как можно объяснить это состояние. Объяснение состояния есть рационализация, то есть вы пытаетесь рационализировать это. На мой взгляд, ну, такая тембенция к рационализации не является способом решения проблемы, потому что, ну, вот вы... Рационализировали, да, например, сейчас вот в том числе, допустим... Благодаря нам, ну, благодаря нам, например, вы рационализировали то, что... То, что с вами происходит, вот. Вот. Ааааа... Что.. Что дальше. То есть, что дальше, что после того, как вы, вот, поняли, что после того, как вы, грубо говоря, знаете теперь, что это состояние. То есть, ну, вам же с ним, с этим состоянием, нужно делать что-то теперь, понимаете, вот. В первую очередь нужно прожить те чувства ваши, которые у вас остались, вот, прожить столько, сколько нужно для того, чтобы вас это так сильно не беспокоило. С другой стороны, вы можете обратить эту энергию себе, ну, во благо, вот, то есть, как-то делая, стараясь уменьшить количество таких людей. Вот, ну, что является, в принципе, абсолютно нормальным, да. И тем самым реализовывая, вот, в той или иной степени свою потребность в том, чтобы этого не было. Это, например, как-то так, я думаю. В последних двух вещах в проживании и в перенаправлении энергии вам может помочь психолог. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго. Я буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Продолжаем.